В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Сходили из того, что на этой площадке будут проходить все праздничные мероприятия. Место притяжения. В новом сквере воинской славы сегодня высадили более трех десятков деревьев. Вот сейчас вот эта ноу-сфера какая-то не очень хорошая. Время селфи. Современность глазами писателя Николая Ивеншева. Эксклюзивное интервью. Быть честным человеком – это одно. Второе – не лениться, не спать долго. Секрет долголетия и счастья. Анапчанка Мария Шушпанова отметила 90 лет. Как сохранить бодрость духа – юбилеарша рассказала нашей съемочной группе. И начнем с темы благоустройства. Более 30 молодых деревьев украсили новый сквер воинской славы в селе Супсех. Здесь появилась новая аллея из берез, платанов и сосен. Поручение высадить деревья глава города Юрий Поляков дал еще на открытие сквера. Агрономы ждали благоприятную погоду. Подробнее в нашем сюжете. Сквер воинской славы – долгожданный подарок для жителей села в преддверии 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Не хватало лишь одного – деревьев. Дождавшись благоприятной погоды, агрономы высадили вдоль центральной аллеи молодые березы, платаны и сосны. В это мероприятие личное участие принял глава города Юрий Поляков. Я думаю, это один из лучших скверов у нас в городе-курорте. Ну, за исключением сквера боевой славы, канавского. Вы же видите, какие деревья высаживаны. Нормальные деревья, те, которые уже имеют возраст 3-4 года. Естественно, они примутся, естественно, они быстрее пойдут. Естественно, сквер будет выглядеть более коллеги. Все саженцы выращены в местном питомнике и адаптированы к канавскому климату. Деревья закрепят специальными растяжками, чтобы зимой их не сломал ветер. Возраст саженцев 3-4 года. Уже следующим летом они создадут приятную тень и смогут защищать от ветра. По мнению Юрия Полякова, этот сквер должен стать местом притяжения для местных жителей. Мы, в общем-то, когда строили, мы рассчитывали на то, что все массовые мероприятия будут проходить здесь, в сквере. Его и строили, и планировали, и когда иски сделали, исходили из того, что на этой площадке будут проходить все праздничные мероприятия. Все саженцы выращены в местном питомнике и адаптированы к канавскому климату. Деревья закрепят специальными растяжками, чтобы зимой их не сломал ветер. В прошлом месяце глава города вместе с заместителями дал старт масштабной акции по обновлению зеленого наряда курорта. Новые деревья украсили сквер Гудовича, улицу Владимирскую, Ивана Голубца и другие участки города. А зеленение продолжится и в сквере села Субсех. Всегда в любой деятельности, когда что-то создается, потом надо посмотреть и проанализировать, как это себя показало за время обслуживания. Конечно, какие-то действия мы будем здесь предпринимать. Сейчас мы просто ведем аналитику, смотрим, что... Самое главное, что наши жители хорошо отнеслись к этому скверу, не разбивают, не ломают. Это тоже очень приятно. То есть люди приходят вечерами с детьми, гуляют здесь. В планах у подрядчика установка детской площадки, а в сквере будет высажено 360 кустов китайской розы. Они будут обрамлять ограждение и располагаться вдоль парковки. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. За три неполных месяца после открытия сквер воинской славы действительно стал одним из самых любимых местонапчан. Об этом говорят и жители, и гости курорта. В этом году я прям любую, что деревья такие, березки посадили. Слава богу, что у нас благоустройство идет. Слава богу. И властям, и людям, которые трудятся здесь. Хорошо? Приятно? Очень красиво. Не сажать, если вы хотите, березы. Да, это очень будет тоже красиво. Будет тут гулять молодежь. У них подрастут детки, тут будет тоже гулять. И будет есть чем заняться. Они будут отдыхать, и в то же время они наслаждаться природой, которая будет здесь. И местные приезжие, ну вообще хорошо. Я уже и сфотографировала, и посмотрела, ну душа поет. Это такое вот, что такое происходит. Совет молодых депутатов Анапы получил поддержку своих инициатив у коллег из Краевого парламента. Накануне прошла встреча народных избранников с председателем комитета законодательного собрания по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействия с общественными объединениями Александром Поголовым. Участниками конструктивного диалога также стали старшие наставники молодых депутатов. Председатель совета Леонид Кочетов, его заместитель Александр Смирнов, а также представители молодежных организаций города-курорта. Общение получилось продуктивным. Молодые депутаты Анапы поделились своими успехами за 9 месяцев этого года. В том числе рассказали о том, что ведется работа по созданию списка известных анапчан, именами которых будут названы микрорайоны, улицы, скверы, школы. Еще один повод для гордости – открытие при помощи депутатов в этом году на базе Гостогаевской спортшколы отделение по тайскому боксу. Помимо этого, народные избранники активно помогают и в реализации городской программы строительства социальных объектов. Мы рассмотрели, где можно данной программой добавить места в детский садик, где есть дополнительный земельный участок под строительство спортивного объекта, увеличение мест в детском садике, строительство школ, согласно генплану, либо дополнительные места. Так как данная программа будет корректироваться согласно генплану. То есть это стратегия нашего развития. Мы прекрасно понимаем, что те места, которые мы отвели под застройку, мы должны их держать четко на контроле, для того, чтобы у нас там в дальнейшем был только объект социального значения. В Анапе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью», которую проводит антинаркотическая комиссия города и сотрудники полиции до 23 ноября. Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также о местонахождении надписей, рекламирующих продажу наркотических средств «Спасть», обращайтесь по телефону, указанному на экране. Звонок может быть анонимным. Антинаркотическая комиссия приглашает к сотрудничеству всех, кому небезразлично будущее наших детей, всех, кто осознает опасность сложившейся ситуации. Не оставайтесь равнодушными, сообщите, где торгуют смертью. И к другим темам. Время селфи. Так писатель Николай Ивеншев называет современную эпоху. В Анапе он встретился с коллегами, а также ценителями современной прозы. Его язык самобытен, персонажи многослойные, произведения издаются в ведущих литературных журналах страны. Она терла кастрюлю и оглядывалась на меня, словно не узнавала. А я, тоже простой, как деревянная линейка, с делениями, совал свои руки в карманных джинсов, вытаскиваю платочек, расческу, ключи, денежную мелочь, короче, немножко. Денег хватит только на цветы, уронил равнодушно. Я знал, что, пожалуй, пожилее сейчас начнется второй этап плача. Мир прозы и стихов Николая Ивеншева осязаем. Интерьеры, предметы можно мысленно потрогать, а историю примерить на себя. Автор родился в первое послевоенное десятилетие в селе на Волге. Учился в Волгограде, преподавал в Поволжье и Дагестане. Сейчас живет в станице Полтавской, подчеркивая при этом, что писатель вне географии. У него есть свой язык индивидуальный, не похожий на другие писательские языки. Это самое сложное для автора. Он его нашел. И когда ты читаешь его прозу или поэзию, ты сразу говоришь, о, это Ивеншев, это никто другой. Его не перепутаешь ни с чем. Его проза настолько максимально насыщена символами, образами, словесными конструкциями, нестандартными, что ощущение плотности этой прозы, она буквально осязаема. Вот когда ты читаешь, ты чувствуешь эту мощь. Первый рассказ Николая Ивеншева «Тетя Щука» опубликовали в конце 80-х в журнале «Октябрь». Он проработницу кинотеатра, от которой доставалась безбилетникам и любителям семечек. «Тетя Щука» ее так называли, потому что она как бы откусывала людей, когда проверяла билеты в кинотеатр. А оказался добрейшей души человек. Еще один противоречивый герой – пожилой мужчина, который едет в современном чистом поезде, но до слез скучает по тем старым купе, в которых прошла его молодость. Целый клубок противоречий в повести «Едоки картофеля» про то, насколько тонка грань между сумасшествием и общепринятыми нормами. Особенно если на дворе то, что сам писатель называет «временем селфи». Там становится рядом, чтобы вместе застыть, охотнуть, клево, выскочит птичка, а потом эту фотку поставить на вид, дернув плечиком в общую речку. Собравшиеся поспорили, стоит ли так про современную молодежь. Творчество автора, как минимум, цепляет почти что крючком. Сам он считает, что похожим образом он подстегивает читателя к сопротивлению. Какая-то аура. Вот Гумилев говорил о том, что вот нас все-таки ноосферы там туда-сюда. Наверное, все-таки это есть. Вот сейчас вот эта ноосфера какая-то вот не очень хорошая. Вот она нас окутала. Думает, что деньги – это глава всего, это все не… А указывается, дашь этому человеку деньги, он все равно будет чувствовать себя не в твоей тарелке. Сам он считает себя скорее наблюдателем и надеется, что поколение селфи рано или поздно сделает выбор в пользу уютного личного пространства. А лукошка на солнце горбата, жучка вытянулась с пола, и выглядывают маслята, как ребята из зубов. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня Мария Шушпанова празднует юбилей. В свои 90 она полна планов на будущее и охотно делится секретами долголетия. Она стояла у истоков создания общепита в Анапе. Мария Сергеевна с трепетом относилась к каждому производству и трудилась на благо города-курорта. В числе тех, кто сегодня честовал юбиляршу, была и наша съемочная группа. Глядя на Марию Шушпанову и не скажешь, что ей сегодня исполнилось 90 лет. Кредо-пенсионерке – не сидеть на месте. Общий стаж работы Марии Сергеевны – 57 лет. В Анапе начала свой трудовой путь старшим экономистом в Роспотребнадзоре. Уже через месяц Марию Шушпанову назначили директором оптовой базы. С тех пор в трудовой книжке пенсионерки только руководящие должности. В их числе директор ресторана Анапа, в состав которого входило более 10 дочерних предприятий. Я спрашиваю как-то в горкоме партии, что вы меня гоняете по всем? Уж постоянно дайте, чтобы я работала. А мы тебя, говорят, потому что ты не пьешь, не ешь, и домой не берешь, и с людьми умеешь разговаривать. Вот мы тебя и везде посылаем. Уже на пенсии Мария Сергеевна стояла у истоков создания Управления социальной защиты в Анапе. Своими ногами она обошла 400 домов, чтобы узнать, где проживают одинокие люди, нуждающиеся в помощи. Как говорят родственники юбилярши, она ярчайший пример самоотдачи, честности и смелости. По стопам Марии Шушпановой пошла и младшая дочь, став директором комбината питания в Магадане. Она гордится своей мамой и помогает ей с домашним хозяйством. Мама у нас источник, целебный источник нашей семьи. Доброту, любовь к людям, работоспособность, милосердие – это все, к счастью, мамины черты. И она нас наделила ими сполна. По городу, если встречаем маминых сослуживцев, мне так приятно, что они и так тепло отзываются, все ей передают привет и говорят, ну Мария Сергеевна – это просто удивительный человек. На все вопросы о своих успехах Мария Сергеевна отвечает просто – характер такой. Она родилась в многодетной семье, была старшей дочкой и воспитывала младших братьев и сестер. У пенсионерки есть свой секрет долголетия и счастья. Самое главное – быть честным человеком, это одно. Второе – не лениться, не спать долго, стараться, как сказать, быть активной и слушать людей. И вот сколько я в этой работе, мне все свои души открывали как-то. И я тогда планировала, где как лучше помочь. Свои дни рождения Мария Сергеевна отмечает в кругу семьи. Сейчас у пенсионерки трое внуков и четверо правнуков, которые сегодня обязательно приедут поздравить свою бабушку. В этом году они решили устроить сюрприз в кафе. Мария Шушпанова уверена – можно без труда прожить и сто лет. Главное – не бояться трудностей, заботиться о других людях и любить свою работу. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Бергалиев. Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.